Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал Женские Секреты. Сегодня видео у меня весьма печальное, взломали у меня телеграм. Сама много-много раз всех предупреждала, чтобы не переходили на подозрительные сайты, чтобы не переходили ни по каким ссылкам и сама же наступила на те же самые грабли. В общем, в один прекрасный вечер мне по телеграм пришло сообщение от некой Ирины. У меня контактов очень много, потому что у меня девочки где-то спрашивают что-то, покупают цветы, предлагают. То есть в основном это цветочницы и в основном это мои друзья и родственники. Но в любом случае контактов у меня очень много в телефоне. Сейчас в телеграме еще у нас школьные группы классные, родительские. То есть количество контактов постоянно растет. Ну и пришло такое вроде бы безобидное сообщение, что моя племяшка участвует в конкурсе рисунков. Пожалуйста, пройди по ссылке и проголосуй. Такие сообщения в принципе в родительских чатах достаточно частое явление. И я как бы не задумываясь зашла посмотрела, зашла на сайт. Там действительно выставлены детские рисунки. Я просмотрела все рисунки и нужно было проголосовать за некую Женечку. Ну и нажав соответственно кнопочку проголосовать за Женечку, я попала на взлом своего аккаунта в телеграм. Сразу я этого ничего не заметила. Я проголосовала и спокойно легла спать. Утром мне начали поступать звонки, но в первую очередь почему-то от мужской половины. И самое интересное, что, ну, скорее всего, мужчины оказались более бдительны в этом вопросе. Сначала получила сообщение по WhatsApp, что пришло от моего имени сообщение проголосовать за Женечку. Потом позвонил второй человек, потом написал третий. И таким образом получилось, что мой аккаунт сломали. И теперь от моего имени по моим контактам рассылают вот этот спам-рассылку, где люди точно так же перейдут по этой ссылке, проголосуют и попадут в такую же неприятную ситуацию, как и я. Попыталась я заблокировать, но войти в аккаунт я не могла. То есть, когда я заходила из телефона, из компьютера, в принципе, я их и не закрывала, потому что часто пользовалась родительским чатом. Утром получилось так, что из аккаунта я вышла. Начала заходить по новой. У меня Телеграм запрашивает почту электронную, хотя при регистрации электронной почты как бы не указывалось. Но сейчас для двухэтапной верификации, для восстановления пароля эту почту можно установить. Я указала свою почту. Мне на почту пришло письмо с кодом входа. Я ввела этот код. Ну, это уже Телеграм сам. Я ввела этот код и только перехожу в настройки. Как бы я вижу все контакты, все сообщения, но прочитать их не могу. Перехожу в настройки, чтобы изменить пароль. Тут же меня Телеграм выбрасывает снова. Я снова запрашиваю код. Но код приходит не пушап уведомлением, а именно на почту. Приходит второй код подтверждения. Я опять перехожу в настройки, чтобы поменять пароль. И меня выкидывает Телеграм опять на начальную страницу на этап верификации. Ну, в общем, я так поняла, что в Телеграм войти я уже не могу. Таким образом я отправляла запросы в течение часа или полутора часов. Получилось у меня 18 запросов, 18 кодов мне пришли. И с 18 попыток я ни разу не смогла войти в свой аккаунт полноценно для того, чтобы изменить настройки и поменять пароль. Ну и в конечном итоге на 19 попытке мне всплыло сообщение, что очень много попыток. И, в общем, заблокировали. Попробуйте позже. Но на этом мои попытки закончились. Успокаиваться, конечно, я не хотела, потому что рассылки продолжали идти. Но на тот момент, когда я заблокировала, то есть меня заблокировал Телеграм, я так понимаю, что рассылки приостановились, потому что мой аккаунт был временно заблокирован. Ближе к вечеру, это было утром, Ближе к вечеру мне снова начали поступать сообщения о том, что с моего аккаунта продолжаются, в общем-то, рассылки. Пришли такие рассылки детям, пришла такая рассылка мужу, всем моим родным и близким. Конечно, я по возможности сразу с утра всех предупредила путем других мессенджеров. Там кому-то писала через WhatsApp, кому-то писала через Viber, кому-то звонила лично. В принципе, сами контакты у меня все сохранились. У меня еще и группа есть в Телеграме. Там у меня в основном цветочники. Туда я в эту свою группу предлагаю свои растения. И также видеоролики, те, которые я снимаю сама про свои растения, про уход, про посадку, про посевы. Ну, в общем, такое вот все. Контент, в принципе, безобидный. И группа, не скажу, что она большая, там где-то около 80 человек всего было. Основная группа у меня все-таки в Viber. Но они тоже теперь попадают в зону риска. И в саму группу даже для того, чтобы предупредить своих потенциальных покупателей, тех, кто у меня находится в группе, я уже не могу. Потому что я даже не могу сейчас посмотреть, кто в этой группе, кому индивидуально можно написать или позвонить. В общем, вот такая вот иностаруху бывает проруха. Я потом искала информацию в интернете, как это все заблокировать. Для того, чтобы обратиться в службу поддержки Телеграм, нужно написать с почты письмо. И письмо должно быть на английском языке. Ну, конечно, я не обладаю большими знаниями иностранных языков. Я воспользовалась Google-переводчиком, обрисовала ситуацию. Там нужно указать свой номер телефона обязательно и обязательно электронную почту, на которую должна прийти инструкция по разблокировке или по смене. Ну, в общем, прошло уже больше суток и никакого результата пока нет. Самое обидное в этой ситуации, что от моего имени проходит рассылка. Но рассылка вот та, которая сейчас идет, вроде бы как бы безобидная. На первый взгляд просто проголосовать за ребенка. Кто-то зайдет, кто-то не зайдет. И слава богу, если не зайдет. И теперь-то получается, что уже от моего имени идет. То есть, и также указывается имя, кому предназначается это письмо. И человек может просто даже не догадаться, что это на самом деле вот такая спам-рассылка. И с моей фотографией, и с моими контактными данными идет рассылка вот уже теперь от моего имени. Но самое неприятное, что после этой рассылки, кто перейдет, те точно так же попадут в эту неприятную ситуацию, когда аккаунт будет заблокирован. Как восстановить его, это большая проблема. Потому что придется либо устанавливать на другой номер и собирать все это по крупицам снова. Но после такой рассылки, если вдруг кто-то перейдет и попадет в какие-то неприятности, вряд ли мои потенциальные покупатели захотят вернуться снова ко мне в группу. Пусть это будет другая группа. Пригласить я могу и повторно, и группу могу создать повторно. Но получив такую неприятную посылочку от меня, вряд ли кто-то захочет снова вступить в эту группу и со мной иметь дело. Вот это вот очень неприятно. Плюс ко всему у многих в телефонах сохраняются какие-то личные данные, какие-то данные банковских карт, какие-то логины, пароли. Я обычно такими вещами не занимаюсь. У меня всегда все логины, пароли и все, что может составлять какую-то определенную тайну, но это должно храниться где-то либо в записной книжке, либо на компьютере в отдельном файле, но ни в коем случае не во вкладке, как мы привыкли. Заходишь в закладку, где-то зарегистрировался, сохранил пароль. Это, конечно, очень удобно. Но тогда делайте двухэтапную верификацию для того, чтобы у вас было подтверждение либо со смартфона, либо каким-то другим образом. Вот попала, в общем, в такую неприятную ситуацию. И самое обидное, что я считаю, что эта рассылка не последняя, потому что воруют вот эти аккаунты вместе с контактами для того, чтобы потом делать рассылки. И что будут предлагать в следующий раз от моего имени? Есть случаи, когда начинают клянчить деньги, что там попали в неприятную ситуацию. Переведите, пожалуйста, туда-то, туда-то какую-то сумму. Не ведитесь на такие всякие рассылки. И, пожалуйста, будьте бдительны, когда вы заходите на незнакомые сайты, для того, чтобы не попасть в такие вот неприятности. Если вам пришло письмо подобного рода, ну, не важно, там, проголосовать или не... Если вы видите, что человек, в принципе, вам мало знакомый или, наоборот, хорошо знакомый, но он такими вещами не увлекается, и у вас есть некое подозрение, что это может быть прислано не самим человеком, а ботом или злоумышленниками, не поленитесь в первую очередь обратиться к этому человеку лично. То есть вы можете, в лучшем случае, можете позвонить ему и спросить, он ли присылал. Если неудобно по времени, допустим, или человек мало знакомый, но вы хотите посмотреть то, что он прислал, тогда можно воспользоваться другими мессенджерами, например, Вайбером или Ватсапом, для того, чтобы прислать скриншот этой страницы, где вам пришло сообщение, и переспросить, вот как мне сделали моим... Прошло больше суток, служба поддержки Телеграм мне так и не ответила, но совершенно случайно я все-таки смогла войти в свой аккаунт по коду в письме, и обнаружила, что, оказывается, в данный момент параллельно со мной находится в чате, то есть на моем аккаунте, еще один участник, компьютер, который зарегистрирован в городе Казани, а не в Мегионе. Ну, в общем, попыталась я выбросить его из чата, отключить устройство, но мне программа не дала отключить это устройство в целях безопасности, потому что оно, как бы, то устройство было подключено ранее. Вход был голосовой, каким образом, я не знаю, но, по всей видимости, может быть, воспользовались моим голосом где-то из видео. Ну, в итоге пришлось мне аккаунт удалить, и удалите насовсем. Единственное, чему я рада, что я все-таки зашла в Телеграм, потом я зашла в свою же группу, и вот теперь я уже не администратор группы, а удаленный аккаунт. То есть эта группа, она существует, все видео существуют, все ссылочки существуют, но эта группа уже не моя. Есть у меня 275 фотографий, 14 видео, ссылки, какие-то там переписки, но группа теперь уже не моя, и я ее не могу контролировать. То есть единственное, что я могу сделать, это перезагрузить вот эти свои видеоролики, которыми я делилась с участниками группы, перезагрузить в новую группу. Придется создавать новый чат, новую группу, и приглашать всех участников. Благо, что я хотя бы могу посмотреть, кто у меня в группе присутствовал. И надеюсь, что девочки меня поймут правильно, потому что они заходят сюда за какой-то полезной информацией, и, в принципе, я думаю, что все у нас наладится. Но в любом случае, вот это мое видео, это я сама, но во всяком случае, теперь это уже удаленный аккаунт. Придется все делать, начинать с нуля. Ну, во всяком случае, хотя бы от моего имени теперь никто ничего слать не будет. Ну, вот на этом, в принципе, и все. Берегите себя, будьте бдительны, берегите своих близких, предупредите, пожалуйста, своих родственников, что может быть такая рассылка. Предупредите своих детей, своих мам, дочерей, сыновей, соседей, и, в общем, и по возможности перешлите этот ролик своим знакомым, чтобы они не попали в такую неприятную ситуацию. Сейчас начинаются новогодние праздники, все друг другу шлют поздравления, и чтобы вместе с этими поздравлениями не получить неприятности. Но такая неприятность может вас ожидать не только в Телеграме, может и через WhatsApp прийти, может и через Viber прийти, либо голосование, либо какая-то открыточка, лайкнуть, и можно попасть в действительно неприятную ситуацию. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Надеюсь, что в следующем году у нас все будет хорошо. Всем здоровья, мира, любви, тепла. Я жду вас снова на своем канале. С вами была Елена и канал Женские секреты. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok